Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Зри в корень, как обычно, в пятницу в это время профессор Игорь Саламатин. У нас в студии руководитель Глазного центра Игоря Саламатина. Добрый день. Я вот сейчас от вас услышал, что по-моему, вчера вы заканчивали прямо работу полдевятого. Действительно много пациентов. Это что-то сезонное или действительно люди понимают, что надо самим позаботиться о своем здоровье, о своем зрении в частности? Ну, здесь много, наверное, причин. Ну, конечно, одна из самых основных, то, что вы назвали, люди стали больше и внимательнее относиться к собственному здоровью. Но поскольку у нас контингент все-таки разный, он больше все-таки пожилой, то именно люди этого возраста начинают поиск своего здоровья. И, ну, к сожалению, возраст есть возраст, конечно, не всегда мы в силах помочь, но тем не менее в основном, конечно, на долю пожилого населения в нашей практике приходится где-то процентов 70. Наши работы – это и хирургические операции, которые связаны с возрастом, это и катаракты, и глаукомы, и сетчатка, и различные патологические изменения век. Вот. Ну и, конечно, есть очень много молодых людей, которые приезжают исправлять зрение, потому что, наверное, все-таки сейчас не такое сильное солнце, не надо ехать на пляж, не надо нырять, не надо заниматься дайвингом, другими водными видами спорта. И поэтому, конечно, сегодня, сейчас, в такую погоду, ну, коррекция зрения, лазерная коррекция зрения, тоже одна из тех причин, почему все-таки народ в плане численности у нас в центре прибавляется. То есть, в принципе, вот, если мы упомянули коррекцию, то сейчас, наверное, самое время, да, вот, как раз меньше солнечных лучей, наверное, вот, если люди планировали, то, наверное, стоит уже перейти к действию, да? Да, конечно, это в первую очередь поэтому все-таки у нас регион не солнечный, не южный, и, естественно, сейчас самое по климатическим меркам самое то время, когда можно делать лазерную коррекцию. Но сегодня медицина, в общем-то, достаточно толерантна к временам года. Если раньше мы всегда говорили, что, знаете, давайте все-таки какие-то виды операции будем делать там осенью, зимой, когда будет температура пониже, ветра не будут такими сильными, или солнце не будет таким активным, то сегодня уже такой направленности нет. В основном почему? Потому что наша медицина все больше приобретает бесшовный характер. Во-вторых, в медицину очень активно приходят роботизированные технологии, вот, одни из этих технологий это лазерные технологии, которые помогают рукам хирурга более точно, более правильно, более надежно и безопасно для пациента выбрать метод лечения и сделать результат операции таким, каким бы его хотел видеть пациент. Ну и, наконец, диагностика. Диагностика сегодня шагнула на такой уровень, что, когда я уже выступал здесь на радио, я говорил, что если до 2010 года мы еще успевали за технологиями в плане диагностических процедур, мы могли овладевать все этими компьютерными программами, машинами, которые сегодня заявлены на рынке для диагностики тех или иных заболеваний, то сегодня мы уже даже не пытаемся этого делать, мы уже выбираем для себя какие-то определенные направления, которые для нас важны, и их осваиваем более-менее глубоко. Ну, с чем к вам люди приходят. Да, но остальными, скажем, технологиями мы уже владеть не успеваем. Ну, во-первых, потому что так глубоко и так детально, наверное, все не узнаешь, это закон жизни. И, во-вторых, надо, конечно, заниматься тем, чем ты занимаешься лучше всего и что для тебя интереснее всего. Ну и, наконец, это, безусловно, сегодня удел более, наверное, молодых людей, которые уже родились в люльке с смартфонами и программами. И им, в общем-то, наверное, да, и осваивать эти технологии. Ну, посмотрите сегодня, что мы можем делать. Мы можем, например, сделать какое-то диагностическое обследование у себя в клинике, и при отсутствии какого-либо врача, который является специалистом в этом направлении и может детально разобраться, мы просто-напросто посылаем ему эту всю информацию, и он дома на отдаленном, так сказать, расстоянии принимает участие в диагностическом процессе, смотрит эти снимки, смотрит показания приборов, которые мы отсылаем, и в результате дает свое заключение. То есть совершенно не обязательно сегодня врачу находиться именно рядом с пациентом для того, чтобы по данным приборов поставить диагноз. Он может находиться отдаленно, и тем самым принимать участие в диагностическом процессе. И, кстати говоря, очень многие радиологи так делают. Я знаю, что у меня коллеги работают в Германии, в больших городах, в Швеции, да, и радиологи, результаты магнитного резонанса, компьютерной томографии, они как раз анализируют на отдаленном расстоянии у себя дома. Спокойно сидят, да? Да, пьют чаек, занимаются домашними делами, и мимоходом что-то там смотрят. Ну вот, то, что вы сказали по поводу развития технологий, наверное, вовсе не означает, что, не знаю, ваш глазной центр, где вы работаете, в чем-то отстает от каких-то, не знаю, европейских или мировых тенденций. Та же коррекция зрения вы делаете на таком мировом уровне, да? Ну, во-первых, то, что касается вообще технологий, то мы даже во многом опережаем ведущие центры, поскольку, ну, во-первых, они все заточены на бюджет. То есть, понятно, что и университетские клиники, и научно-исследовательские лаборатории, они все зависят от государственных денег, от государственного бюджета. И, конечно, они стремятся во многом идти в ногу со временем, но не всегда это получается как раз вот из-за материальных проблем. Мы же, в принципе, можем или имеем возможность маневра. Да, и поэтому, конечно, мы стремимся быть всегда на передовых позициях того, что касается науки и того, что касается клинических новых каких-то исследований, для того, чтобы наши пациенты могли получить все самое новое, все самое передовое. Ну, так, например, вот, казалось бы, операционный микроскоп, что это такое? Это аппарат, который позволяет под определенным увеличением увидеть глазное яблоко в том размере, которое нам нужно для того, чтобы достаточно детально его прооперировать. Ну, скажем, удалить катаракт и поставить искусственный хрусталик. Вот. При этом сегодняшние микроскопы уже оснащены, первое, специальными камерами, которые помогают нам рассмотреть глазное дно. Второе. Детально, фактически. Детально, да. Второе. Значит, эти камеры участвуют в процессе операции. То есть, мы уже смотрим не в окуляры микроскопа, а мы смотрим на экран телевизора. И, как бы, в режиме 3D мы своими руками делаем операцию, и эта операция вся выведена на экран большого телевизора, который, собственно говоря, дает нам детальное описание того места, которое мы оперируем. и мы не абсолютно себя ни в чем не ограничивая, можем рассмотреть все эти необходимые детали под необходимым углом при нормальном освещении, при том освещении, которое нам нужно, вот, и в увеличенном виде. То есть, мы не пропускаем мелочей, которые раньше просто при простом увеличении микроскопа были не видны. Второе. Мы можем сегодня максимально точно определить, скажем, слои той части глаза, которую мы оперируем, ну, скажем, той же самой сетчатки. Иногда нам приходится просто снять какую-то мембрану. Ну, представляете, фотоплёнка, да, и вот толщина фотоплёнки, это как раз толщина нашей сетчатки. И вдруг с её поверхности надо снять пинцетом какую-то плёночку. Ну, вы представляете, насколько микроскопическая эта работа. И пинцетик какой-то маленький, да? И пинцетик маленький, и вход маленький, ну, в общем-то, с игольной ушкой, что называется, да, диаметр иголочки. Вот через неё надо, значит, пройти пинцетом, соответственно, найти эту мембранку, подцепить её и её, скажем так, удалить. Вот. И если не будет хорошего увеличения, хорошего освещения, мы просто зацепим всю сетчатку и удалим её до основания, и, в общем-то, человек ослепнет. Поэтому, конечно, сегодняшние технологии, позволяющие вот сделать такие вот минимизированные операции, уже достаточно серьёзно вошли в нашу жизнь. Конечно, все начинают стонать, плакать от того, что цены-то за операции в результате не уменьшаются, потому что появляются новые технологии, а наоборот увеличиваются. И тут, как бы, конечно, своё слово должно сказать наше любимое государство, которое, так сказать, должно или каким-то образом страховать самых неимущих людей для того, чтобы они имели доступ к таким новым технологиям, да, или каким-то образом материально их поддерживать, потому что я считаю, что-то может сделать человек, а что-то может сделать и государство, то есть вместе, совместно они могут преодолеть очень многое, а когда человек просто брошен, и ему говорят, вы знаете, в этом году и до конца следующего года у вас квот нету, да, у вас денег нету, на вас у нас денег нету, да, хотя, извините, этот человек всю жизнь отработал, зарабатывал, платил исправно налоги и все остальное, вот, но, к сожалению, квот нету, вот, и даже если они и есть, то они всегда частичны, то есть они не покрывают те высокие технологии, все эти затраты, которые несут клиники, это с одной стороны, с другой стороны, даже при этой системе, когда, ну, хорошо, частично могло бы оплатить государство, частично пациент, это не разрешают делать, то есть пациент, если идет по квоте, то он уже доплачивать ничего сверху не может, да, то есть он имеет право только на те деньги, которые ему выделяет государство, и все. Поэтому развивать новые технологии практически сегодня мы имеем возможность только вот в таких частных центрах, где идет и не только практическая работа, но и серьезная научная работа, вот, я только что буквально из операционного стола, и у нас опять гостей целая группа американцев, которая вот привезла свои технологии уже в плане глоукоматозных операций, и новые шуфы, ну, да, их было 6 человек, они все были на операциях, конечно, вот, все это записывается, ну, даже не буду говорить, насколько это интересно, дело в том, что я не смог по определенным причинам посетить сейчас съезд Американской Академии Автомологии в Сан-Франциско, мой коллега от нашей клиники туда полетел, потому что там надо было представлять вот новую линзу, новую технологию, и один из инвесторов этой компании, который выпускает эти линзы, его встретил, так приобнял и сказал, представляете, когда вы сделали эту первую операцию, я получил ее запись в электронном виде, а у меня дочка, 5 лет, вот, мы вместе сели, смотрели, и я заплакал, она говорит, папа, почему ты плачешь? А он отвечает, а потому что сегодня мы присутствуем при начале мирового открытия, свидетелями которого мы сегодня являемся. То есть мы иногда абсолютно даже не понимаем, что мы все-таки творим, и что об этом думают другие? Ну, сделали операцию, ну да, поставили, смогли, поставили, да, а люди инвесторы, обладающие огромными миллионами, да, они это расценивают как мировое открытие, это первый шаг, с которого начинается новая эра в чем-то, в чем-то, да, и вы в этом участвуете? А мы, в общем-то, не то, что участвуем, мы пионеры этого дела, и, казалось бы, ну, где маленькая Латвия, где большие соединенные что-то Америки, Сан-Франциско и так далее, ну вот, и поэтому это, конечно, с одной стороны очень приятно, с другой стороны это очень ответственно, а с третьей стороны, конечно, мы являемся косвенно или прямо, в общем-то, зачинщиками новой действительно эры в автомологии, в новых технологиях, поэтому об этом не устаем говорить. И поэтому всяческими путями, вы видите, мы всяческими путями пытаемся донести до наших пациентов вот абсолютно новые технологии, несмотря на то, что мы живем в таком государстве. А что дает эта новая технология? Вот у вас уж вы сказали практически о сенсации в какой-то степени. Ну, понимаете, это дает возможность в любом возрасте видеть тексты и читать без очков. Да, сегодняшний бич медицины в офтальмологии, это, конечно, проблема 40-летних. Да, то есть, когда вы всю жизнь не носили очки и вдруг приходит определенный срок и вам ничего не остается, поскольку длинной рук уже не хватает, идти в магазин и оптически подбирать себе очки и начинать использовать их при работе с компьютером, при работе с текстами. Вот, и я никогда не забуду, когда ко мне приехали два немецких паренька, где-то лет под 40, им было, может быть, 40 с чем-то, ставить вот эти искусственные хрусталики мультифокальные для того, чтобы хорошо видеть вблизи. И я спрашиваю, ребята, ну, у вас же все хорошо, и хрусталики хорошие, ну, оденьте очки, зачем вам сейчас делать такие сложные операции, ставить хрусталики? Это еще было, ну, начало эры вот этих мультифокальных хрусталиков, то есть, они не были еще так хорошо исследованы, и не было столько много результатов, которые позволило бы делать статистический анализ и говорить, что это, да, хороший метод. Вот, они говорят, вы знаете, когда мы идем с молодыми девушками в ресторан, мы не можем прочитать меню, то есть, это явилось одной из причин, почему они меню не могут прочитать, поэтому давайте делать им операцию, чтобы они не носили очки, и в результате не выглядели хуже, то есть, не выглядели старше своего возраста и хуже молодых. Вот, так что, конечно, вот, основы для новых, появления новых технологий очень разные, вот, конечно, в первую очередь, это желание потребителей, это, так сказать, то есть, спрос на рынке, это основной двигатель прогресса, поэтому все, что необходимо в этом отношении мы стараемся двигать и продвигать для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Многие забывают, что, наверное, и вы, хотя вы, как бы частная клиника, вносите, мне кажется, что ваша деятельность еще носит и социальный характер, потому что, во-первых, не все к вам приходят глубокие пенсионеры, многие фактически возвращаются к нормальной работе, у нас, кстати, сейчас многие пенсионеры тоже работают, поскольку людей, как мы знаем, не хватает, то есть, вы фактически их возвращаете к своей профессии, к работе, они не просто сидят на пособии или пенсии, они работают. Да, это, с одной стороны, действительно большой социальный вклад, который не всегда оценен, по сути дела, работодателями и государством в целом, во-вторых, мы действительно занимаемся большой социальной работой, ну, скажем, с каждой операцией по лазерной коррекции зрения мы 5 или 7 евро, я уже не помню, перечисляем в детский центр инвалидов, и уже они там столько много, целую компьютерную сеть купили, по-моему, за наши деньги, и я тут совершенно случайно был на заседании социального комитета в Рижской думе, ко мне подходит женщина, и очень сильно благодарит, я говорю, за что, ну, вот, понимаете, вы для наших детей столько сделали, мы даже об этом не то что не разговариваем, не пытаемся это как-то рекламировать, ну, просто мы, когда прощаемся с нашими пациентами, мы всегда им дарим какие-то сувениры, или о центре, или о городе, если это иностранцы, и всегда даем такую открыточку, что вот 5 евро с вашей операцией пошло на детский центр для инвалидов, ну, иностранцы это ценят, и наши это очень ценят, да, то есть, это важно, то есть, это тоже, ну, и имеем, например, две граммы от господина Пабрикса, за то, что мы делали и делаем рефракционные операции для наших военнослужащих, которые выезжают служить за границы нашей страны, и улучшаем им зрение тоже, так что и такие и такие есть, да, так что наши полномочия широкие в этом отношении. Да, вот я знаю, что вы пытаетесь, но это, наверное, логично, быть в курсе всех новых тенденций, о которых вы сказали, посещаете, вот, офтальмологические конгрессы, а бывает такое, что вы смотрите, вот, или слушаете каких-то коллег и понимаете, да, вот, не знаю, это направление мы тоже должны развивать, или вот это оборудование нам надо? Ну, вы знаете, мне всегда приходится вспоминать, и мы уже, наверное, об этом говорили, вот, Москва, институт Федорова, огромный институт, где много тысяч работников, вот, существует до сих пор с своей разветвленной все эти филиалов, и действительно является передовой школой офтальмологической науки, например, в России, и Федорова до сих пор очень ценят в Штатах, и этот институт очень оценен высоко в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, там есть аллея звезд, ну, там везде есть аллея звезд, аллея, так сказать, комнаты знаменитостей, ну, в общем, и вот в этой аллее знаменитых офтальмологов там из Восточной Европы два представителя, это Федоров и Филатов, да, ну, и еще есть Гельмгольц, ну, Гельмгольц, это тоже один из знаменитых российских офтальмологов, который придумал теорию аккомодации, собственно говоря, но Филатов величина, который один из первых в мире, не самый первый, но один из первых в мире внедрил пересадку роговицы, так вот, я к чему, что американцы очень ценят работу этого института, и довольно часто мы с ними соответствующим образом пересекаемся на конгрессах. Так вот, 2008 год и 2009 мы выступаем там на конгрессе и рассказываем о совершенно новой технологии, тогда это только начиналось, это технология кросслинкинга, то есть, это метод лечения кератоконуса. Вот, и есть Академия наук России и есть еще филиал Академии наук, он находится в городе Новосибирске. И вот стоят ребята из Новосибирска и начинают нас песочить по самое не могу. Да вы выжигаете глаза, вы выжигаете сетчатку своим ультрафиолетом, как вы можете это все измерить, ваши пациенты будут слепыми. В общем, короче говоря, пропесочили нас. Но мы в ответ, конечно, свои аргументы сказали, сказали, что еще не было ни одного случая, чтобы потом у нас есть специальный тормоз, который поглощает ультрафиолетовое излучение и так далее. Дело в том, что это специальный ультрафиолетовый лазер, который лечит роговицу. Ну вот, и не прошло и два года, как мы уже слушаем первые доклады в Европе от Москвы по поводу кросслинки, а сейчас, по-моему, там пять или шесть сессий каждый раз по поводу этого кросслинки. То есть, собственно говоря, метод пошел в народ, и уже никто там ничего не выжигает, и Новосибирь активно принимает участие во всех этих делах. Понимаете, все новое должно быть, конечно, обосновано, и на ваш вопрос о том, чувствуем ли мы эти тенденции, мы их не то, что чувствуем, мы их просто просим иногда, да, вот дайте нам это, дайте нам, потому что, ну, уже сама методика, как бы вот она, на ладонях, надо только найти финансирование, надо только найти тот центр, которым это будут развивать, делать, который потом даст возможность всем остальным пользоваться этими технологиями. поэтому, конечно, это очень важно, прочувствовать сегодняшний день и прочувствовать сегодняшнее направление. Игорь Саловатин, профессор, у нас в студии, буквально пару минут новостей, ой, точнее, пару минут рекламы, да, и потом вернемся в студию, будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Добрый день еще раз, продолжаем работу в прямом эфире 6212-939-939, телефон прямого эфира вот в предыдущих передачах вы тоже говорили о тех вот тенденциях, которые есть и о тех заболеваниях, ну, которые офтальмологические, ну, по сути, бич 21 века. Я так понимаю, что это все не меняется, да, вот катаракта, глукома. Нет, ну, это меняется, конечно, в какую-то сторону омоложения, да, то есть, чем мы моложе становимся, мы все-таки чаще видим, да. Но, вообще-то, когда я сегодня шел на передачу, я хотел поговорить немножко о другом, мы уже говорили об этих заболеваниях, я бы хотел поговорить просто о банальном таком, скажем, для всех понятном виде проблем, как бытовой травматизм. По-моему, это очень, да, довольно актуальная тема и довольно распространенная тема. Особенно ближе к праздникам новогодние, да? Ну, во-первых, ближе к праздникам, потом сейчас детские каникулы, опять же, дети, бедки, без присмотра, хотя они уже заканчиваются, но в будущем будут еще. Вот, потом все-таки у нас приближается ледостав, то есть, будут стоять реки, озера, выйдут на лед рыбаки. В свое время, когда я работал в больнице Традань и в первой больнице, когда она еще обслуживала скорую помощь, я скопил неплохую коллекцию блесен, которые доставал из орбит, из век, потому что рыбаки, ну, как забросят, так и мимо. И поймают глазом, да, еще что-то. Ну, действительно, достаточно сложно все это удалять, потому что, ну, клички острые, причем еще с зазубринами, которые цепляют довольно тяжело от глаза. Вот, поэтому первое, с чем я бы хотел сегодня обратиться, это с призывом к рыбакам все-таки будьте осторожны и старайтесь не попадать блеснами, крючками в глаза для того, чтобы потом не терять зрение, не терять возможность видеть. То есть, в принципе, последствия могут быть самые такие неблагоприятные, Да, конечно. Потом довольно часто казалось бы, тоже очень простая вещь. У нас все-таки достаточно редко сейчас, но встречаются люди, которые хобби является консервацией. То есть, они консервируют там всякие грибы, ягоды, они занимаются консервацией овощей, фруктов и так далее. Вот, и одним из таких распространенных химических агентов при этой консервации является уксусная кислота. Вот, и уксусная кислота, она довольно безобидна, если ее держать в бутылке, но она очень агрессивна, если она попадает на слизистую глаз, на кожаную поверхность. И сколько раз мы встречались со случаями, когда пациентов привозили с ожогами от уксусной кислоты. в отличие простых кислотных ожогов, уксусная кислота поражает ткани в глубину и вызывает свертывание белка. Поэтому те части глаза, на которые она попадает, а в основном это роговица, потому что она открыта для всех и химических, и каких-то других агентов, которые наносят травму. Так вот, именно уксусная кислота вызывает самые большие ожоги и самые неприятные последствия. Ну, в первую очередь, потому что образовывается бельма, которую необходимо в будущем соответствующим образом лечить. Единственный способ ликвидации бельма роговицы это пересадка роговицы. Вот, кстати говоря, тоже одна из тем, которая сегодня в Латвии абсолютно не развита и тоже пропущена мимо нашим государствам, потому что потенциальный спрос довольно большой, а ни одного глазного банка в окружающих государствах нету. Если мы покупаем частным образом донорские роговицы для пересадки, они стоят очень больших денег, начиная от трех с половиной до пяти с половиной тысяч евро. Это только роговицы, а еще операция. Вот, поэтому, конечно, нужно думать и нужно развивать собственный глазной банк хотя бы на три балтийские государства один, тогда это бы во многом облегчило нашу работу, потому что действительно и травм роговицы много, когда остаются следы отрубцов и ожогов роговицы достаточно много, ну и просто воспалительных заболеваний. Я помню в одной из передач мы с доктором Гертнером рассказывали вам о герпесе, о том злостном вирусе, который может действительно сжирать полностью нашу роговицу и в результате мы можем просто потерять глаз из-за его перфорации. Вот, и очень много проблем вызывают, скажем, ожоги после операции катаракт, когда из-за того, что у многих все-таки врачей осталось еще такое мнение, что катаракту надо оперировать тогда, когда она созрела, то есть, когда человек просто потерял зрение, но на самом деле катаракту надо оперировать чем раньше, тем лучше. Так вот, если она созреет, то она уже практически очень сложно поддается сегодняшним технологиям, именно ультразвуку, поэтому ультразвуком надо дробить эту катаракту очень долго, это является токсичным для роговицы. И вот у бабушек и у дедушек, у наших пожилых пациентов появляется так называемый декомпенсационный синдром, то есть синдром декомпенсации роговицы, который связан с очень сильными болями, резями, слезотечением и ничем эту проблему не остановить, кроме как пересадить утерянный слой клеток, который выстилает роговицу изнутри. Такие операции во всем мире сейчас направо и налево производятся. То есть это уже такой массовый характеристик? Кроме к сожалению нашей стороны, где операции единичны, и помочь в этом случае мы могли бы и готовы помочь. То есть у вас есть опыт пересадки роговицы, да? Да, мы могли бы, ну я, во-первых, заканчивал Одесский институт, в свое время писал там и диссертации, вот, пересадки роговицы, да, и поэтому собственно говоря у нас подготовлены и доктора, которые прошли обучение в Италии для пересадок роговицы, но опять же я говорю, что у нас все упирается в одно, в материальную часть, вот, потому что старики не могут со своей пенсией такие операции оплатить, дети зачастую тоже не могут им помочь, вот, поэтому, конечно, становится вопрос очень сложным, и если бы это все-таки был наш местный банк, то роговицы бы там конечно стоили гораздо дешевле, чем мы должны их заказывать как коммерческие из других стран, иногда из-за океана, кстати, из-за океана роговицы дешевле гораздо, чем из Европы, вот, так что бытовой травматизм может приводить к таким очень самым печальным последствиям, которые вызывают помутнение роговицы, дальше, конечно, наши школьники, любимая тема всех врачей, офтальмологов на профилактических лекциях, это школьный и детский травматизм. Ну, с одной стороны, правда в этом есть, действительно, у школьников достаточно много глазных травм, и в первую очередь, это, конечно, не петарды, о которых так много говорят, которые взрываются в руке во время салютов и так далее, нет, в первую очередь, это ручки. Вспомните позу задумавшегося школьника, ручка во рту, глаза к потолку, вот, и мысль какая-то, и вдруг он как бы забывает о том, что у него ручка, махает рукой, и в результате ручка в глазу. Это не вызывает сильных травм, сильных повреждений, но это вызывает достаточно сильную проблему в виде боли, слезотечения, что мы называем так называемой эрозией роговицы. Эрозия – это случивание защитного эпителия с передней поверхности, когда оголяются нервные окончания. Сама по себе эта эрозия заживает, если нет никакой присоединившейся инфекции в течение 6-7 часов, вот, если она небольшая по площади и никаких лечебных мероприятий мы не делаем, но эти 6-7 часов надо выдержать. То есть, это резие, это слезотечение, это светобоязнь, глаза открыть невозможно, да. Вот, это, кстати говоря, точно такая же симптоматика, очень характерна для сварочных работ, так называемой электроавтальмии, когда сварщики работают без защитных черных очков и ультрафиолет, о котором мы уже упоминали при технологии кросслинкинг, так вот, этот ультрафиолет является токсичным для роговицы и вызывает ее поверхностный ожог. Тоже, который выражается в случивании эпителия, отеке эпителия и образовании обширных эрозий. Я помню, самая любимая травма, когда мы еще молодыми дежурили в травматологических пунктах, это были сварщики, которые приходили домой. Тогда их было много. года они приходили домой и тут у них где-то через 2-3 часа после работы начиналось. И они вызывали скорую помощь, потому что боли были нестерпимыми, их везли в травматологические пункты, и там две капли обезболивающих препаратов решали все свои дела. То есть, они уходили счастливыми. Я помню, что более счастливых людей на свете я редко видел. Так что в этом плане конечно надо постерегаться, если вы все-таки участвуете в сварочных работах, то лучше не смотреть на сварку открытыми незащищенными глазами. То же самое, если вы помните, это касается и медицинских работников. Помните, были такие ультрафиолетовые лампы бактерицидные, которые тоже стояли в перевязочных и в операционных, и если по какой-то надобности нашим медсестрам надо было срочно что-то захватить, какой-то пинцет или какой-то перевязочный материал, они шли, не выключали эту лампу, там находились 34 минуты и получали по полной. На следующее утро они не могли не то что рассказать, что было ночью, но и открыть глаза вообще. Поэтому, конечно, этот метод тоже требует защиты и все-таки если есть открытый ультрафиолетовый источник света, излучения, то надо обязательно иметь защитные очки для того, чтобы не... Да и, кстати говоря, находясь на открытом солнце где-нибудь в Греции, в Турции, на Мальорке, все-таки желательно прикрывать глаза защитой ультрафиолетовых лучей. Кстати говоря, наши немецкие коллеги вообще рекомендуют уже с самого начала жизни ребенка одевать ему солнцезащитные очки, несмотря на то, в каком месте Земли он живет, потому что они считают, что солнечное излучение с годами становится все более агрессивным, и одной из причин возрастной старческой дегенерации сетчатки, когда человек теряет центральное зрение, и у него появляются проблемы при чтении, при работе с компьютером, вот является как раз повышенная активность ультрафиолетового излучения солнца, и незащищенность глаз от этого ультрафиолетового излучения. Но в таких городах, как Ницца, например, у Юг, Франции, Италии, там практически все дети уже, Австралия, это 100% там под строгим приказом школьного начальства, городского управления, и так далее, все дети обязаны просто носить солнцезащитные иначе будут оштрафованы родители, причем суммы там достаточно большие. Вот, поэтому, конечно, здоровье юного поколения, для того, чтобы оно не страдало уже в более зрелом возрасте, заботится о самых первых шагах в этом мире. И это, наверное, правильно. Давайте успеем, наверное, принять звонок, одевайте, пожалуйста, наушники, добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Во всех клиниках бывают проблемные операции, не всегда могут быть удачные, хотя процент их маленький. В том числе, наверное, и вас, и в исключении, с великим сожалению, так бывает. Скажите, пожалуйста, если ваши люди сделали операцию не совсем удачно, вы лично готовы ее переделать, или у вас это не принято? Нет, принято, конечно. Если мы можем это сделать, если это от вас зависит, да? Да, если это, во-первых, от нас зависит, во-вторых, если мы можем в силу своей компетенции, квалификации и наличия соответствующего оборудования сделать это, мы все эти операции можем переделать, это первое. Второе, у нас, конечно, есть специализированные научные центры и за рубежом и в странах Балтии, куда мы можем направить этого пациента и соответствующим образом там проконсультируют и, наверное, смогут помочь. Ну, есть, конечно, случаи, когда, ну, к сожалению, зрение теряется безвозвратно и в основном это связано с тяжелыми последствиями или отслой к сетчатке или ситуации, когда после таких операций тяжелых трехчасовых появляется рубцовая ткань и тогда уже, конечно, сложно что-то сделать, потому что, когда нервная ткань заменяется рубцовой, поменять что-то назад уже невозможно. Вот возвращаясь, может быть, к теме вот этого такого бытового травматизма, не знаю, такой классика, это, вот вы сказали, сварщики, наверное, еще одна классика, это ближе к Рождеству, к Новому году, это пробка шампанского, попавшая в глаз, многие считают, как, ну вот, да, вот есть травма глаза, ну вроде сейчас полегчало, пройдет, но есть такие, наверное, которые приходят застарелыми травмами глаза к вам, да? Да, и застарелые травмы глаз, они довольно часто встречаются, иногда, вы знаете, люди могут даже и не помнить, что у него была травма, мы просто, когда открываем глаз, начинаем оперировать, мы смотрим, что здесь что-то не так, то есть не идет по стандарту, по классике, что-то изменено, и выходит за рамки стандартной операции, да, поэтому надо уже здесь каким-то образом варьировать, что-то придумывать, и когда мы, да, и когда мы начинаем расспрашивать пациента более детально, глубоко, он вспоминает, что да, ну конечно, мне там в шестилетнем возрасте кто-то мечом дал, или там веткой по глазу попало, и так далее, то есть бывает такое. Что касается пробка от шампанского, но сейчас производители, поскольку все-таки у нас не столько много застрахованных людей, а вот за рубежом много, да, то производители все-таки страхуются, потому что в противном случае, если такая пробка попадет в глаз пациенту где-нибудь там в Соединенных Штатов, то компания может закрываться, может закрываться смело, поэтому, конечно, стараются делать пробки сейчас так, чтобы они не вылетали и все-таки поддавались возможности их вытащить более-менее спокойно. Хотя на моей памяти был один такой случай, когда вот взорвалась даже не пробка, а с горлышка и бутылки с подшампанского и осколками, глаз на мелкие кусочки посекло. Это было еще в 90-е годы, вот это было вреди, это была тяжелая операция, ну это ладно, но глаз, к сожалению, тогда, по-моему, не удалось сохранить, но тем не менее, я помню, там было большое судебное дело против завода шампанских вин, и с тех пор они уже отказались от пластмассовых, по-моему, пробок, и сейчас выпускают в основном обычную корковую пробку, которая на рынке присутствует, и открыть бутылки сегодня все-таки не так сложно. Надо, правда, иметь определенные навыки, но эти навыки, конечно, с практикой приобретаются. Вот, что касается другого, других видов травматизма, то, конечно, это в первую очередь касается наших доблестных женщин, которые тоже часть своей жизни проводят на кухне, и очень распространенный вид домашнего травматизма, это ожоги брызгами подсолнечного или любого другого масла, на котором жарят на сковородах, и, так сказать, это мы все испытываем. испытываем. Раньше, я помню, тоже был один из видов, сейчас, правда, по-моему, не встречается, но вот был один из видов травматизма, когда домохозяйки варили сгущенку в кастрюлях, и эта сгущенка тоже взрывалась порой, непонятно почему, то ли потому, что охлаждали не вовремя, то ли потому, что вода выкипала, короче говоря, нагретая банка сгущенки при взрыве, ну, во-первых, портила интерьер, а если кто-то попадался по пути, то и, так сказать, косметологию тоже приходилось задействовать, потому что и пластической хирургии иногда тоже, потому что и ожоги таким горячим сгущенным молоком, они так просто не стирались и не проходили. Вот, так что это сегодня тоже это вроде бы, может быть, даже и не самая главная тема, все-таки у нас меньше стали пользоваться различным видом агрессивными химическими составами для стирки, и все-таки стирают в основном сегодня стиральные машины, они руками, но порой тоже приходят пациенты, которым попал то стиральный порошок в глаз, то мыло, то какой-то другой, скажем, агрессивный бытовой химический агент, ну, скажем, если чистили какие-то пятна или бензином, или каким-то растворителем, то это, конечно, бывает, но самые тяжелые травмы и самые тяжелые последствия это, конечно, бытового клея, акрилового клея, который клеит цемент и всякого рода разновидности этого цемента, они вызывают очень сильные ожоги, это первое, интоксикацию, это второе, а третье, попробуйте их потом расклеить, да, так что это довольно серьезная травма, с которой нам тоже иногда приходится встречаться. Да, ну будем надеяться, что удастся избежать нашим радиосушке этих неприятностей, и все-таки если вот нужна консультация или вот запись на прием в центр, наверное, стоит напомнить, как мы это всегда делаем, телефон и адрес глазного центра. да, мы находимся на улице Элизабет 75, проход во двор и новый стеклянный корпус, второй этаж, телефон регистраторы 20 01 69 97, пожалуйста, звоните, кстати говоря, звонки принимаются и ночью, есть специальный колл-центр, который нам сразу передаст, в случае, если что-то острое, или в случае, или на утро, или мы можем выехать на место немедленно, если это необходимо. Даже так и бывает и такие ситуации, да? Да, ну, скажем, острый приступ Глокомы, там минуты, надо срочно быть. Даже такая ситуация? Даже так, да, Спасибо большое, Игорь Соломатин у нас был в студии и большое спасибо.